На самом деле, когда нам предлагают разобраться в каких-либо сложных вопросах, экономических, культурологических, любых иных, нас пытаются засыпать сложными терминами, сложными логическими построениями. Приём, как всегда, в городе Кишнёве. ...принцип акамма, говорящий о том, что не нужно усложнять сущности, и во всех вопросах достаточно разбираться с точки зрения здравого смысла. Так и понятнее, и правильнее. Я, писатель, журналист Дмитрий Влеков, как некоторые отмечают, под орехом. ...в 18.00 каждую среду на радио «Спутник». День в истории. 16 июня 1925 года на южном берегу Крыма, Близь Ялты, открылся пионерский лагерь «Артек». Он был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезом. За четыре летние смены первого года лагерь принял 320 детей. Мешает Пишнёвская Европа Плюс. Вот она. В 30-е годы был построен зимний корпус, и «Артек» перешёл на круглогодичкую работу. Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс семь, четыре девять пять, девятьсот пятьдесят, шесть ноль шесть пять. Радио «Спутник». Разберёмся. В Москве восемь вечера. В Астане 23 часа. В Мехико 11 утра. В студии Марина Толкачуева. Здравствуйте. В этом выпуске... Житель Курской области пострадал в результате падения беспилотника ВСУ. Россия готова вести с США переговоры о контроле над ядерными вооружениями. Со стороны Запада есть попытки давления на государство Персидского залива. Теперь подробнее. В результате падения украинского беспилотника пострадал житель села Коренева Курской области. У него лёгкие осколочные ранения, сообщил губернатор российского региона Роман Старовой. По его словам, врачи и бригады скорой на месте оказали мужчине помощь. От госпитализации он отказался. Губернатор добавил, что взрывом повредило окна дома и пообещал помочь восстановить разрушение. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку. По ним выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм. Сообщили в представительстве ДНР, в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что... Телескопическая антенна на всю длину. ...попала под обстрел со стороны подразделений ВСУ. В результате один мирный житель погиб, и ещё семь получили ранения. При иной администрации в США конфликт на Украине удалось бы решить миром. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава государства добавил, что во время президентства Дональда Трампа было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. И обратил внимание, что никаких тяжёлых трагических событий на Украине тогда и в помине не было. Тем не менее, меры вводились, сказал Путин. Москва готова вести с Вашингтоном переговоры о контроле над ядерными вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума. Песков уверен, что речь российского лидера Владимира Путина на форуме услышат на Западе. Ранее на пленарной сессии глава государства заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они хотят, чтобы Москва сократила его, но этого не будет. Попытки давления на страны Персидского залива со стороны Запада есть, но они не дают результатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Руководитель ведомства также добавил отношения Москвы с Лигой арабских государств и Советом сотрудничества арабских государств и залива. Имеет уже давнюю историю и в том, и в другом случае есть министерские форумы. Советом сотрудничества через месяц в Российской Федерации состоится... Грозовые тучки, а дождя нет. Москва примет фестиваль «Российская креативная неделя». Приедут участники из дружественных стран, включая Китай, Турцию, Бразилию, Индию и Индонезию. Представят свои продукты и проведут деловые встречи на более чем 60 площадках, сообщает портал мэра и правительство российской столицы. Фестиваль объединит более полутора тысяч компаний, представляющие различные креативные отрасли, дизайн, издательское дело, видеоигры, моду, музыку, кино и анимацию. Для гостей будет организована культурная программа с театральными представлениями, киносеансами и экскурсиями. В причинах и следствиях происходящего разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса. Вы слушаете радио «Спутник». Всем спасибо. Пока.